На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, существует ли хорошая смерть. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Конечно, апостол Павел говорит о крещении. Вот это и есть смерть со Христом. Но эта смерть со Христом есть предвестие христианской кончины живота. Если мы вспомним, о чем мы просим на богослужении, мы постоянно просим. До литургии дважды христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Благая, светлая, чистая смерть, как христианская кончина живота, конечно, это то, к чему мы стремимся и на что мы надеемся. Ни один из нас не минует смерти. Но мы хотим, чтобы это была христианская смерть. Какая это смерть? Это смерть в примирении со всеми нашими близкими, в примирении с Богом через прощение грехов в таинстве покаяния и причастие святых Христовых тайн. Это светлая, благая, радостная смерть, которая наполняет душу радостью. Вы знаете, удивительно, но мы почитаем праведников в день их смерти. Вот в лавре преподобного Сергия собираются тысячи паломников, приезжают патриарх и все архиереи и чествуют, какой день? День, когда он почил. Казалось бы, это день скорби. Он был с нами и ушел. Но в его смерти, несмотря на то, что, конечно, скорбили его ученики о том, что он их оставил без него, без этого утешения, в его смерти было очень много радости, потому что это победа. Вот труд, когда этот человек еще мог пасть, он кончился, все, победа. Человек вошел в Царство Божие. В конце концов, что такое святой? Святой — это человек, которому мы уверены, что он в Царстве Божием после смерти, которому церковь уверена. Это не значит безгрешный. Поэтому да, благая, радостная, хорошая кончина живота человеческого — это кончина человека, который жил по-христиански и умер по-христиански. Даже отпевание такого человека — это отпевание светлое и радостное. Вы знаете, я столкнулся с тем, что не так давно, там, может быть, 15-20 лет назад, появилась новая традиция. В конце отпевания церковного человека опять пасхальные стихиры и заканчивать их словами «Христос воскресе». Действительно, торжествует то, о чем сказано, что тот, кто умер со Христом, он с ним и воскреснет. Ушел человек, он уснул, но в воскресенье он восстанет и будет со Христом. Он победил. И даже более того, само это удивительно неуловимое чувство, неэмоциональное, как некое духовное откровение на отпевании, оно бывает вопреки чему-то тяжелому, что ты знаешь о судьбе или о грехах человека. Оно свидетельствует о том, что человек прощен. Он в мире ушел к своему любимому Господу, которому, может быть, падая, но стремился всю свою жизнь. А вот отпевание человека далекого от церкви, оно всегда очень тягостно. Потому что человек жил, рядом были открытые храмы, везде лежала Евангелие, но он не почел для себя нужным его открыть. Поэтому мы, конечно, совершаем отпевание над любым христианином крещеным, даже если он в детстве крещен и никогда не причащался, и над человеком, прошедшим христианский путь, одним чином. Но это неправильно. Мне кажется, должен быть составлен другой чин. Потому что на тебя Господи упование свое возложил. Этот человек вообще не возлагал никакого упования на Христа. Он был очень далек от мысли о Христе вообще. Поэтому я как священник, я стою и лгу, понимаете? И это очень тяжело. А вот когда ты отпеваешь человека глубоко верующего, это радость. Это вот на грани с пасхальной радостью. Продолжение следует...